Всем привет, меня зовут Натали и вы на моем канале, где мы с вами говорим о трендах, стиле, а также моде. Сегодня я покажу 6 базовых вещей, по моему мнению, которые должны быть у каждого и которые помогут составить вам большое количество разных образов. Ну что, давайте начнем. Первая вещь, которая должна быть у каждого в гардеробе, это жакет. Жакет должен быть прямого кроя в нейтральных оттенках, он не должен быть слишком оверсайз, либо же приталенный. Вот как раз таки прямого кроя это будет очень универсально. Например, приталенный жакет вы не наденете с оверсайз джемпером, а вот оверсайз жакет вы не наденете с более женственными вещами, потому что вы потеряете характер образа. А вот жакет прямого кроя отлично справится с этой задачей. Легко можете сочетать и с платьем комбинацием, и с разными юбками, с джинсами, с джемперами, с водолазками, с лонгсливами, с футболками. То есть я могу перечислить полностью все. Он легко и классно сочетается полностью со всеми вещами. Как выбрать правильную длину вашего универсального жакета? Когда вы держите руки по швам, где заканчиваются ваши пальцы. Вот когда вы держите руки по швам ровненько, и у вас заканчиваются пальцы, именно эта длина должна быть для вашего идеального универсального жакета. По цветам можно выбрать универсальный черный, белый, а также серый. Но я лично советую начинать именно с черного жакета приобрести себе в коллег, а потом добавлять уже белый и серый. Вторая базовая вещь, которая должна быть у всех, это джинсы прямого кроя. Как они должны выглядеть? В первую очередь они должны быть однородного цвета, а также они должны быть без потертостей, варки и так далее. Посадку рекомендую выбирать широкую, крой прямой, либо же широкий. Также длина джинса должна заканчиваться чуть ниже коста. Еще один очень важный момент, если вы любите каблук и носите его на постоянной основе, тогда выбирайте длину джинс немножечко подлиннее. Цвет денима может быть черным, серым, голубым, а также синим. С черными джинсами можно создавать контрастные образы, сочетая с красным, синим, либо же зеленым цветом. А с голубыми более нежные, сочетая по своему характеру с нежно-голубым, розовым, либо же белым. Третья базовая вещь, которая нужна вашему гардеробу, это белая футболка, либо белый лонгслив. Их отличие между собой просто в длине рукава, поэтому я поставила эти две вещи вместе. Эти две вещи выполняют одну и ту же функцию, просто в разные сезоны. Лонгслив в холодный период, а футболка в теплый. Цветы начинайте с белого, а потом переходите к другим цветам. Эти вещи должны быть из плотной ткани, чтобы ничего не просвечивало. Не должно быть плотного прилегания, выбирайте на размер, либо же два размера больше. Футболку и лонгслив можно носить как самостоятельную вещь, джинсами и кедами, либо же добавлять в более многослойные образы. Прежде чем мы перейдем к нашей четвертой вещи, я советую подписаться на мой инстаграм. Каждый день я делюсь полезной информацией о стиле, моде, а также трендах и рассказываю немного о своей жизни. Я уверена, что вам понравится и мы с вами познакомимся поближе. Так, четвертая вещь, которая вам точно нужна, это жилетка. Такие жилетки в прошлом году были трендом, сейчас немножечко все подутихло, но на самом деле это база, которая всегда будет с нами. И я советую вам приобрести такую жилетку себе, если у вас ее еще нет. Жилетку также выбирайте прямого кроя, а также очень важно смотреть на вырез в застегнутом состоянии. Он не должен быть слишком глубокий. Жилетка не должна быть слишком приталенная, чтобы вы могли ее носить самостоятельно. Жилетка на самом деле очень универсальна, потому что ее можно носить как самостоятельно, так надевая первый слой футболку, либо же лонгслив, а потом надевать сверху жилетку. Жилетку можно надевать с джинсами и кедами просто на прогулку. Можно надеть с классическими брюками, добавить каблук, а также аксессуары, и это получится более вечерний образ. Переходим к нашей пятой базовой вещи, которую я уже немножечко упомянула в предыдущем пункте. Это базовые брюки со стрелками. Выбирайте брюки прямого, либо же широкого кроя. Также выбирайте высокую посадку, именно высокую, не среднюю и не низкую, потому что высокая посадка очень круто подчеркнет вашу длину ног. Цвет, конечно же, лучше выбрать тот, который вы выбрали для жилета и для вашего жакета, чтобы у вас получилась вот такая вот тройка, и вы могли носить это все вместе, либо же по отдельности. И, возможно, для вас брюки кажутся не настолько универсальными и удобными, но на самом деле они очень универсальные, удобные. С ними тоже можно составить большое количество классных и интересных образов. Легко можно комбинировать с худи, а также кедами. Классика и спорт это всегда сочетается и смотрится выигрышно. Также такие брюки можно легко сочетать с рубашками, корсетами, вообще полностью любыми верхами, потому что любой верх подойдет под такие брюки. Последняя, шестая вещь, которую вы должны добавить себе в шоппинг лист, это платье комбинация. По длине выбирайте что-то среднее между длиной миди, а также макси. Это платье также универсальное, как и все предыдущие наши позиции по цвету. Я советую выбирать сначала черное, а потом добавлять другие цвета. Также я рекомендую, если вы хотите сделать ваши плечи чуть уже, выбирайте более широкие лямки. Если такой необходимости нет, тогда выбирайте более классические варианты. Комбинацию можно легко сочетать с худи, а также кедами на прогулку. Либо же надеть платье комбинацию, добавить какое-то жерелье, а также каблук, и это будет уже платье на выход. Также большое количество образов можно составить с платьем комбинацием. Переходите в мой инстаграм, там есть ролики о платье комбинации, я показываю, как и с чем его можно носить. На этом наше видео о шести главных базовых вещах подходит к концу. Напишите в комментариях, понравилось вам видео, было полезно или нет. А также дайте знать, на какие темы вы бы хотели от меня ролики. Спасибо большое за просмотр, на этом я с вами прощаюсь, до новых встреч, новых видео.